Сегодня, 19 февраля 2019 года, в Севербайкальском ПСП проводятся водолазные учебно-тренировочные занятия на озере Байкал, которые посвящены поиску автомобиля ЗИЛ, который утонул еще в старые БАМовские времена. В этом месте проходила дорога от Севербайкальска в Нижний Ангарск. Спасатели готовятся к погружению. Короткий инструктаж перед погружением. Рома, ты являешься старшим в паре. Ваша задача опуститься на глубину 10 метров по спусковому концу и осмотреться на 360 градусов, потому что, видимо, сейчас хорошая. Очень большая вероятность, что вы его просто увидите сверху. Естественно, контроль за собой и за напарником. Витя точно так же за Ромой. И по самочувствию, то есть, если вы его не обнаружите с глубины 10 метров, опускаетесь на грунт и совершаете полный круг по ходовому концу. При подготовке и проверке снаряжения важна каждая деталь. Мелочей в этом деле нет, потому что даже маленькая ошибка или оплошность может стоить водолазу жизни. Водолазные работы в зимних условиях очень трудоемкий процесс, потому что изготовление майны занимает много сил, времени. Вот сейчас, в настоящее время, в этом месте толщина льда составляет 80 сантиметров. Ее размеры 2 на 2 метра. Снаряжение собрано водолазное, проведена рабочая проверка. Водолазы готовятся к погружению. Саша, как себя чувствуешь? Отлично. Хорошо. Ну вот как у меня, как у меня было распределено, у меня из правого редуктора был подключен основной легочный автомат и поддув жилета. Почему поддув жилета? Потому что ты не пользуешься, а пользуешься поддувом костюма. А костюм и манометр, и второй резервный легочный автомат, он на левом редукторе был подключен. Вот я вот, как у вас костюм будет, получается, манометр. У тебя должен быть разнесен рабочий легочный автомат, и поддув костюма, они должны быть на разных редукторах. Была изготовлена майна над предполагаемым местом нахождения автомобиля ЗИЛ. Он был обнаружен случайно нашими водолазами, когда летом здесь проводились поисковые работы утонувшего рыбака. Но, к сожалению, по погодным условиям более точную координату не удалось засечь. Сегодня, 26 февраля 2019 года, в Севербайкальском ПСП проводится учебно-тренировочное водолазное занятие. Продолжаем поиск автомобиля ЗИЛ. Прошлый вторник мы его не смогли найти. В этот раз переместили майну по другим координатам, потому что во время проведения поисковых работ в прошлом году был ветер, и пришлось делать поправку на дрейф катера. А первая двойка водолазов вышла после работы. Как видимость там? Метров восемь. Сколько прошли? Полностью диаметр? Полностью диаметра этого. Так прошли, но здесь плоскотина идет. С вала там нет, да? Надо дальше. Как самочувствие? Отлично. Все, принято. Выходите. Так, собираются. У нас очередная. Раз, два, три, четыре, 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 четыре. Деемся, что результат будет положительный. Идет подготовка. Следние напутственные слова. Так, снимаю, что я снимаю там? Если найдем, то снимаешь рельеф, снимаешь видимость, снимаешь своего напарника. Если находите объект, снимаешь его номер. Так, все, я готов. Рома, ты готов? Все, давайте. Окей. Окей. Продолжение следует... Продолжение следует... Запросы самочувствия, дополнительные команды, которых условились на поверхности, очень ответственная работа, потому что каждый сантиметр, каждое движение, каждая натяжка сигнального конца, она что-то означает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...